всем привет сегодня мы продолжаем тему разбора душевых ограждений с вами сегодня попытаемся мы понять как же нам выбрать правильную конструкцию из вот такого многообразия готовых изделий как какие способы у нас есть чтобы оптимизировать ваш бюджет но выбрать для себя очень хорошую серию с точки зрения фурнитуры поэтому готовьтесь давайте смотрите ваши планировки сегодня расскажу какими вообще могут быть душевые зоны по форме когда я начинаю смотреть ваши дизайн-проекты уже подбирать реальную сантехнику получается что в 8 из 10 случаев по душевым ограждениям у нас нарисованы нестандартные конфигурации и если меня смотрят дизайнеры пожалуйста напишите в комментариях почему вы так любите пятиугольные конструкции для меня это действительно загадка потому что у европейских производителей даже вот в таких вот больших и толстых каталогах сейчас уже практически невозможно найти пятиугольную форму ограждений потому что она считается не очень красивые она угловатая там меньшее пространство внутри и поэтому сейчас все стремится к некоторым простым и понятным формам пятиугольное ограждение сейчас действительно встречаются очень редко и еще больше вопросов у меня возникает всегда когда я вижу конструкцию когда вместо стеклянных элементов здесь предполагаются некоторые боковые стенки то есть вам предлагается просто потом докупить вот эту часть которая будет у вас распашной дверью но здесь следует обратить внимание на следующий момент но вам нужно понимать что если вам требуется установить такую дверь в пятиугольное пространство то у вас нету четкого угла 90 градусов а с профилями если вы смотрели первое видео вы помните что у фабрик большие проблемы поэтому как вам найти хороший профиль который вам позволит сделать вот такой вот угол который требуется для установки пятиугольника ничего хорошего по качеству фурнитуры из этого точно не получится и пятиугольники это то единственное тип ограждений от которых я рекомендую отказываться сразу наиболее простой понятной и удобной конфигурации у вас станет установка двери в нишу причем вот как раз вы можете поиграть размером данного приема и как раз изменением ширины приема вы сможете оптимизировать свой бюджет например вам требуется некая угловая конструкция конечно вы можете устанавливать боковину с помощью стеклянной боковой стенки но также у вас есть способ построить просто не эту стенку выложить ее кафелем и тем самым у вас уже потребуется заказать только один стеклянный элемент за счет этого вы сможете выбрать более интересную серию с более интересной фурнитурой и у лучшего европейского производителя чем вы будете стремиться сделать по максимуму стеклянных элементов но сэкономите на качестве и выберите просто самую простую конструкцию раздвижных сериях я вообще не рекомендую смотреть самые бюджетные решения потому что в данном случае у вас внимание к фурнитуре должно быть усилен потому что если вы помните китайские кабины что-то в первую очередь выходила из строя конечно же ролики и вот эти ролики вам очень сложные практически невозможно найти как запчасть и соответственно поменять их поэтому по раздвижным сериям сейчас конечно у классных производителей существует много полезных опциях таких как плавное открывание плавное закрывание дверей когда вы вообще ни о чем не думаете бывает даже чтобы облегчить ваш уход смотрите фотку вы видите что на этой фотке изображена просто магия технологии то есть практически вы снимаете стекло снизу с петли чтобы вам очень легко протереть стекло снизу обычно там у вас всегда в раздвижных конструкциях происходит наслоение одного стекла на другое и так или иначе есть некая мертвая зона которую очень сложно протереть вот именно такая конструкция при которой вы можете снять одно стекло практически из петли и позволяет вам протереть все и тогда у вас ограждение всегда выглядит чистым и ухоженным очень широкий ассортимент конфигурации душевых ограждений которые предлагают вам европейские фабрики ну сто процентов позволит вам найти ту конфигурацию которая подойдет для вашей планировки и она уже существует в данном каталоге самое неудачное что вы можете сделать это вы можете как раз придумать какой-то несуществующий размер опять же какая частая ошибка еще встречается в проектах когда у вас есть угловая конструкция и вы например вот эту боковую стеночку делаете не цельной длины а вы хотите сделать какой-то короткий добор например 20 или 30 сантиметров это тоже не очень удачно конечно фабрики могут это сделать но это будет уже заказ по нестандартному размеру а значит он будет минимум на 30 процентов дороже стандартного изделия и срок изготовления такого стекла конечно же увеличится а как мы помним стекла вам часто нужны уже быстрее всего потому что пора переезжать в новую квартиру и так чтобы правильно выбрать сантехнику опять же меняйте последовательность действий душевое ограждение это не тот элемент который выбирается в последнюю очередь исходя из тех размеров которые у вас получились нужно наоборот спланировать размер который вам нужно под него сразу выбрать ограждение ну или например вы сначала смотрите в каталогах все что есть выбираете приемлемую серию для вас по цене по сроку поставки по форме исполнения фурнитуры и уже потом под нее выстраиваете нужную конструкцию так вам будет действительно легче и это избавит вас действительно от очень многих проблем от поиска вот этих нестандартных конструкций и в общем то такого молчаливого согласия на самую простую фурнитуру потому что у вас просто не осталось выбора помните чем больше моментов вы продумаете заранее на этапе планирования и составления дизайн проекта тем удачнее получится ремонт в вашей ванной комнате а я желаю вам удачи увидимся в новых видео и пожалуйста напишите в комментариях темы которые были бы для вас интересны а